Друзья, всем привет! Я хочу представиться, кто меня не знает, я Колесник Андрей Владимирович, главный редактор КДК Кропивницкого Дорожного Контроля. Хочу вам рассказать, что первых дней войны мы всячески содействовали по оборонке нашего города, занимались, а не хочу сейчас рассказать, чем наши горожане очень много это знают, потому что так же само нам помогали, без дела не сидели, ни от чего не отлынивали, но вот с недавних дней, а буквально вот вчера, 19 марта, ко мне в двери постучались сотрудники СБУ. Хотели выломать двери и провести несанкционированный обыск. Уголовного дела не было, санкций на обыск не было, потом появилось какое-то уголовное дело, это мы 5 часов качались под дверьми по валу неаконсульсионного ладу и целостности Украины, ну такой абсолютный бред, приехала ихняя Альфа, приехала полиция, угрожали выбить двери, все равно мы их выбьем и все равно мы зайдем. Провели у меня обыск, ничего не нашли, искали еще взрывчатку, оружие, ну короче, бред какой-то у журналистов, чтобы вы понимали. Ну то же самое происходило у всех моих коллег с Карповинского Дорожного Контроля. На следующий день ко мне в двери опять постучали сотрудники СБУ и принесли повестки с военкомата. Хотя в военкомате я уже был, но опять же, что не пришли. Вы когда-то видели, чтобы альфовцы в масках с автоматами, ну три человека, стучали в дверь квартиры и редакторам газет неугодных носили повестки? В общем, ребят, хочу объяснить, что это все не просто так, что свободы слова у нас сейчас нету, не хочу ничего наговаривать на власть, и мы и не публиковали за этих 20 дней войны ничего в сторону этой власти. Мы ждем, когда это все закончится. Надеюсь, скоро эти орки все сдохнут и уйдут с нашей земли. Слава Украине, ребят. Но вы все понимаете, что те черти, которые у власти, они делают полностью все, чтобы отомстить нам за нашу деятельность. И чтобы мы не могли освещать те события, которые на данный момент и тот беспредел, который делают органы государственной власти. Это те же работники полиции, те же работники СБУ, те же работники территориальной обороны. Да, защитники, бесспорно, все вы молодцы, вы защищаете. Но армия у нас воюет, в том числе и мы затройдем в военкомат и будем защищать нашу родину. Беспречно. Но то, что вы делаете, в составе 20 или 30 человек у меня дома, проводя обыски и отцепляя дом. Работники Альфа, вы серьезно? У журналиста? В общем, друзья, хочу, чтобы это видео вдруг что-то, не дай бог, случится. Или у меня не будет связи, опубликовали наши коллеги из других городов. Возможно, это появится у нас на канале. Поэтому знайте, что мы как занимались, так и будем стараться заниматься нашей деятельностью. Какая наша судьба будет в дальнейшем, я не знаю. Я думаю, только положительно. Вместе мы с силой победим эту всю гниль и коррупцию. Нас не подолати и не перемогти. Но мы, кстати, ребята, всех позабирали оргтехнику, телефоны и прочее. Все полностью поизымали, флешки. Но, как обычно, это все бывает. Всему, как мне сказали, вино, я забыл сказать. Козяков Роман Сергеевич, начальник ГУНП в Кировородской области. Поэтому, друзья, поляница, орки, нахуй, из нашей батьковщины. Мы вас всех вбьем, если вы придете до нашей батьковщины уже из Кировородской области. Ну, если нас отправят в другую область, конечно, будем убивать вас в другой области. Будем защищать полностью нашу Родину. Но данный ролик не по ним, а по тем бездарям, которые сейчас решили просто расправиться с теми людьми, которые им были неугодны все эти года. Подкрывали кучу уголовных дел по зрадам. Вы представляете? Зрадам. Что мы где-то что-то как-то распространяем. Да найдите хоть одно видео. Посмотрите наше видео. Ну, там у них и материалов никаких нет. Просто без санкций, без обысков вообще приходить и угрожать, выбить двери. Говорят, мы все равно все легализуем. Нам по херу, мы сейчас режем ваши двери, как хотите. Будете потом вставлять, но мы все равно зайдем. Напугать всех женщин, детей, дочерей дома, вывернув квартиры. Ну, благо, у меня избушники проводили. Ну, аккуратно. За это, конечно, отдельное спасибо. Я понимаю, что их сюда прислали. Но, в сути, ребята, это не меняет. Я не воюю с вами. У нас одна сторона, мы воюем против одного агрессора. Это Российской Федерации. Против этих чертовых орков. Но вы, вижу, воюете не с ними. Вы воюете с мирными жителями. Вы воюете с журналистами. В частности, с Крапивницким дорожным контролем. И с остальными блогерами и активистами, которые всегда активно отстаивали свою гражданскую позицию. Поэтому, ребята, слава Украине. До побачья.